Издательство МАН Иванов и Фербер представляет «Джедайские техники. Как воспитать свою обезьяну, опустошить инбокс и сберечь мыслитоплива» Читает Максим Дорофеев Введение Однажды, на заре своей карьеры в индустрии разработки программного обеспечения, я прочитал книгу Фредерика Брукса, культовую для всех менеджеров в IT. В этой книге была ссылка на исследование конца 60-х, показывающая, что разница в производительности между хорошим и посредственным программистом – это не проценты и даже не десятки процентов. Производительности могут отличаться в десятки раз. Разработка программного обеспечения – один из ярких примеров интеллектуальной работы, и очень похоже, что умственные работники и в других сферах, например, реклама, маркетинг, продажи, дизайн, управление проектами и так далее, также в своей производительности отличаются в десятки раз. С тех пор я задачился поиском причины такого различия и, главное, рецептов повышения продуктивности отдельно взятого человека не на какие-то жалкие 10-20%, а в разы и десятки раз. У меня была мечта создать команду, где каждый «unus sed leo» – один, но лев, латынь. Говорят, эти слова Ганнибал сказал Гискону во время битвы при Каннах, а Ганнибал был известен тем, что силами крошечной армии наемников полтора десятка лет с ошеломительным успехом терроризировал целую Римскую империю, состоящую из небольшого количества человек, но способную соревноваться по скорости с в разы превосходящей по размеру командой конкурентов. Что-то вроде такого, как сообщение в Facebook от Антона Путиенко. «Ох, что бы я без тебя делал? У меня основа всех построенных процессов организована на твоих лекциях и слайдкастах. Мы в пятером делаем все в два раза быстрее, чем конкуренты с командой в два раза больше. К тому же мы сейчас внедряем элементы джедайских техник для системы контроля за школьными бюджетами». Конечно же, если каждый член команды станет аномально эффективным, это не даст вам эффективную команду в целом. И наоборот, даже в самой эффективно работающей команде не все обязаны работать эффективно. Об этом говорит нам теория ограничений. Однако, если в команде все неэффективны, тупят и прокрастинируют, с этой командой мало что можно будет поделать. Так я отправился на поиски методики, помогающей в разы. И вроде как нашел. Секрет оказался прост. Надо научиться использовать свой ум бережно и аккуратно, не переоценивая свой собственный уровень осознанности и интеллектуальных способностей. В этой аудиокниге практически нет ничего такого, что я изобрел сам. Если это не первая ваша книга о личной эффективности, то вы наверняка узнаете В этой аудиокниге я предлагаю вам конструкцию из навыков и знаний, которая в свое время спасла мой мозг и мою личную жизнь от коллапса перегрузок. Я разобрал ее на запчасти и, опираясь на современные взгляды на психологию и физиологию человеческого мозга, сплавил заново, стараясь излагать все максимально просто. Надеюсь, что ваша основная цель – не узнать что-нибудь новенькое, а научиться успевать выполнять важные для вас дела, несмотря ни на что. Эти две цели не всегда связаны друг с другом. Намного чаще для нас оказывается полезным не обогатиться новыми знаниями, а по-новому понять то, что мы и так знали, и начать действовать в соответствии с этим. Надо ли мне слушать эту аудиокнигу? Сейчас я покажу вам достаточно простой, но, возможно, не самый приятный способ понять, стоит ли вам слушать эту аудиокнигу дальше, и насколько она, в принципе, может оказаться для вас полезной. Итак, если вы, конечно, можете себе позволить такую роскошь, положите перед собой лист бумаги и ручку, и поставьте таймер, например, в смартфоне, на 10 минут. Сядьте поудобнее, закройте глаза, и попытайтесь вспомнить все, что вы делали сегодня и вчера в обратном хронологическом порядке, события за событием. Каждый раз, когда вы вспоминаете что-то такое, что вам надо сделать, о чем надо еще подумать, или что-то, что не хочется забывать по каким-то еще причинам, открывайте глаза, добавляйте это в список на листке бумаги, и опять закрывайте глаза. Если вы вспомнили сегодняшний и вчерашний день, а будильник еще не прозвенел, продолжайте ждать его звонка с закрытыми глазами. Вам определенно стоит прослушать эту аудиокнигу дальше, если звонок будильника застал вас в любой из следующих ситуаций. Вы без остановки записывали дела, которые вам срочно надо сделать, или вы мигом отправляли еще одно письмо по электронной почте, может быть, вы залипли в соцсети после того, как решили быстренько проверить, что там, или вы вспомнили об этой аудиокниге спустя сутки или больше. Конечно, я утрирую, в ситуации номер 4 вы вряд ли окажетесь, но если вдруг именно так и случилось, этой книги вам будет недостаточно.